Приветствую вас, если вы твердо решили отказаться от встречи, то нужно понимать, что что бы вы ни сказали, правда все равно вы не пойдете. И на самом деле, поскольку речь идет о сводовстве, то есть изначально это была инициатива вашей знакомой познакомить вас с кем-то, вы ее соответственно об этом не просили, и ваш выбор идти или не идти на эту встречку. И соответственно вы не обязаны этого делать, вы не должны, это не работа, это не обязанность, это не какое-то обязательство и прочее, поэтому будет лучше, если вы скажете про свои знакомые, извини, у меня образовались дела, я вот не подумала на момент, когда соглашалась, а вот вызвала, что не могу, давай обязательно в другой раз. То есть ключевым моментом, в том, что вы ей откажете, будет именно перенос, то есть не отказ, как закололь полностью, скажем, ну давай попозже, вот я освобождусь, или там у меня будет время, или что-то еще, и мы тогда уже все говорим и все ждем. То есть вы ей прямо не откажете, но при этом вы скажете, что в будущем обязательно согласитесь на предложение знакомой, ну а в итоге конечно не согласитесь. Думаю, что лучше все будет поступить именно так. И только этот вариант наиболее вежливый, наиболее оптимальный, обтекаемый, обходительный. Дальше, а дальше, если вам не хочется больше смотреть это видео, или слушать его, то можете выключать, потому что то, что я вам скажу, это лишь просто мое наблюдение относительно того, что я для себя увидел из вашего письма. Письма. Вы очень неуверенны в себе, вы боитесь мышин, у вас есть комплексы определенные, связанные с страхами, с неуверенностью в себе и прочее. Вы достаточно скромная девушка, вы склонны к стабильности, к вот этой вот самой решености, о которой вы говорите. И вы опасаетесь любого изменения в своей жизни. И вы знаете, простите меня за вольность, которую я хочу проявить, но вот эта вот ваша позиция, она, к сожалению, вам выйдет. Вам 25 лет, и я думаю, что вы уже более чем готовы к тому, чтобы вступить в отношения с мужчинами, хотя бы потому, что это необходимо для вашего здоровья. Соответственно, если вы осознаете свои страхи, осознаете проблемы с неуверенностью в себе, комплексами, то выберите эксперта на нашем ресурсе и начните постепенно работу по борьбе с ними. Только так вы можете себе помочь и обрести счастье. На данный момент вы живете в неком таком закрытом мире, мире иллюзий, который рискует прекратить свое существование, как только изменится окружение. То есть, если вот мама с вами будет не всегда попустим и так далее, вам придется жить как-то самостоятельно. Очень рекомендую вам начинать жить обязательно уже сейчас, пока мама может вам помочь, пока мама может вас поддержать, пока вы можете на нее опереться. Конечно, поймите меня правильно, я по-доброму хочу вам помочь. Если такого желания нет, то и не нужно, но как психолог я обязан был высказать это мнение, эту рекомендацию, но повторюсь, вы взрослым человеком, обещаете, как вам жить. Поэтому, пожалуйста, поймите меня правильно. Надеюсь, помог вам. Если мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Если у вас остались вопросы, напишите в личку, помогу вам. Спасибо. 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 Спасибо.